Нафуфырилась? Куда нафуфырилась-то, Мандюлиная? Дома всё равно сегодня сидишь весь день. Всем привет, меня зовут Лица Барашек, и сегодня у нас будет распаковка с Валбери. Здесь будет предмета больше для дома и такой... Короче, не одежда, потому что в следующей распаковке она будет с Алика, будет уже одежда. Кстати, одна из кофточек. Спасибо за гуд. Ну а если вы уже хотите поставить парочку вещей, которые я купила на Алике, вы можете прийти в мою запрещенную соцсеть. Там будет рилсик, я теперь снимаю рилсики вот такого характера. Вот, почти каждый день. Стараюсь, ну, почаще их выпускать. Вот, там и свалбери, всякие покупочки, и всякая передивашки, и вообще много всего. Вот, поэтому я вас приглашаю в свою запрещенную соцсеть посмотреть рилсы. Первые пять вещей, к сожалению, у нас будут немножко в другом кадре. Я вчера начала снимать, и у меня села камера. Эти вещи я уже показать не могу, потому что они уже не в моей квартире находятся, к сожалению. Вот, поэтому мы посмотрим там, что происходит сначала. Так, первый лот у нас очень оригинальный, необычный. Это вот такая вот шляпа. Короче, как за это я записалась в зал спортивный, решила ходить теперь в бассейн. У меня в зале есть баня. Русская и хама. Вот, я решила заказать себе шляпку. Такую вот. Понимаете, все шапочки были вот такого формата, и это единственное с нормальным таким принтом. Что это, коровый принт? Я не знаю, что это. Короче, чтобы волосы у меня не сожглись, он очень сильно леняет. Дальше я заказала вот такой вот ободочек. Он стоит, по-моему, 100 рублей. Самое интересное, какой эффект он делает, смотрите. А что это за кокошник-то? Что за херня? В смысле? Ну зачем это покупала? Да, другой стороной. Вот, зубчиками вперед. Оп. И видите, он разделяет волосы. Вот я Мэдди. Но он, в принципе, не спадает. Прям хорошо так сидит. Объемчик после него. Дальше я купила свою любимую подводку. Это Maybelline Huder Precise All Day. Матовая обычная подводка, но она очень стойкая. У нее очень тонкий кончик. А если я рисую стрелку, то только ей. Сделала для себя недавно очень обычный макияж. Такой, знаете, яркий. Я такое обычно не делаю. Очень крайне редко сейчас покажу. Если сказать по поводу этой шапочки, у меня многие спрашивают, где я ее заказывала. Вот вам артикул. Очень крутая, реально, шапка. Такая милая. Такая модная. Поэтому я вам оставлю. Она просто стоит полторы штуки. Это, конечно, дохренища за нее. Но, да и ладно. Главное, что она мне понравилась. Она хорошенькая, такая миленькая. Если вам понравилась шапочка, можете ее приобрести. Там есть много разных цветов. Короче, все. Теперь артикул на шапочку у вас есть. Дальше у нас идет вот такой вот... Я заказала вот такой вот свитер. Он очень похож на свитер из мерча Франкбайбаста. Это такой ресторанчик в Москве. Вот, сеть ресторанчиков. Этот свитер мне немножко маловато. Я бы хотела, чтобы он был, знаете, оверсайз. А он такой, миддл. Но сам по себе хороший. Мне нравится то, что здесь довольно качественно порвали. Качественно порвали. Да. Здесь сзади буквы. И от него вот так вот они отрываются. И по всей квартире валяются. Достаточно плотный. Но он на весну. Вот прямо на весну будет хорошо. Зимой холодно, летом жарко, а весной, осенью прям то, что надо. На Алике бы стоил полторашку. Не больше полторашки, я думаю. Извините, аллергия. Меня раздражает, конечно, вот это вот то, что здесь какие-то крылышки, блядь. А сзади какая-то вообще доска вот эта спиральная. Как она там? Сперативная. Странный свитер, но сдавать не буду. Так, дальше у нас идет чехольчик. У меня заебали уже мои чехлы. Такой серенький. Пока вайп мрачный. Я покупаю там все черные, ногти черные сделала. Ну, такое вот. Такое у меня настроение. Вот, всего за 300 рублей. Прямо не ломается. Мне ничего не произошло. За почти полгода я носила этот чехол. Вообще нигде не порвался, не сломался. Ну, это как вы носите, конечно, понятное дело. Но я ношу на самом деле не то, чтобы очень аккуратно. Кому нужен чехол на айфон? Вы знаете, где можно взять. Вот, и тут тоже сзади есть айфон. И яблоко вот это, кстати, не вываливается. И он не гнется. То есть он плотный. В оригинале такие чехлы стоят по 5-6 тысяч. Угу. Хером. Еще в подарок шло такое стекло. 9D, ёб твою мать. Ну, оно какое-то странное. Видите, оно типа какое-то странное. Я, наверное, не буду его клеить. Хотя у меня сломано уже стекло. Все-таки побитое. Но что-то... Ну, спасибо. Вообще спасибо, но не надо. Так, и дальше у нас идет несколько атрибутов для башки. Вы уже видели ободочек. Да что ж ты будешь делать? Жарко в этой кофте. Знаете, как будто у вас, реально, кислорода не хватает, и вы пытаетесь дышать. Поэтому я ночью теперь сплю с 3D-м окном. Неважно, что ко мне могут пробраться клещи, змеи, блядь, кто-то тут только еще не был. Но иначе я задохнусь просто ночью. Так, у нас идет для головы, да, я сказала, смотрите. Я сказала, вот такую вот массажную такую штучку для волос. То есть вы берете, наносите шампунь на голову и вот так массируете этой штучкой. Мне эта штука понравилась. Она мне зашла. Действительно неплохо отшелушила. Ну, от перхоти убрала, короче, волос. Вот так, короче, массируется, массируется, и перхоти немножечко уходит. Мне понравилась. Она стоит очень дешево. Вы можете попробовать заказать. Она скрабирует типа и отшелушивает, ну не отшелушивает, вы поняли, а избавляет от перхоти. Такая розовая, лавурная штучка. Массирую примерно минуту-две вот себе волосы. Не знаю, сколько надо правильно, просто если будете спрашивать, то я две минуты этой хуйней занимаюсь. Дальше идет расческа. Мне безумно нравится ее цвет, ее расцветка. Это очень крутая расческа. Она очень мягкая. Такие мягкие-мягкие силиконовые эти штучки. Она очень хорошо расчесывает и не дрёт волосы. Подходит для кудрявых, кстати говоря, кто кудрявый. Она прям так нежно-плавненько расчесывает волосы. Они себя хорошо после нее чувствуют. Они, самое главное, не электролизуются, потому что у меня волосы очень сильно электролизуются от расчесок. А это не делает такого эффекта. Что ж ты будешь делать? Такие вот резиночки. Обычные классические прозрачные резиночки, чтобы делать косички, очень сильно растягиваются. Но они прям... Во! Тут 100 штучек. Это мне примерно на 3 дня, блядь, с теми проемами, которые я всегда делаю. Там были разные типы. Можно было и 200, и 300, и 1000. Вот. Мне пока соточки хватит. Так, и еще для волос у меня еще несколько предметов. Да, все с волосами связано, потому что сейчас весна, и у меня волосы стали себя очень плохо чувствовать, ощущать себя очень плохо. После кератина тоже им очень хуёво. Вот, поэтому я пытаюсь их как-то, какие-то прически придумывать, их как-то скрывать, вот, чтобы это выглядело, ну, более-менее. Так, я заказала такую расческу, потому что я стала зализывать челку, потому что я хочу ее отрастить. Потому что она у меня, ну, мне она уже надоедает, поэтому я ее зализываю вот этим вот гелем. Наношу гель вот так вот себе на голову, и вот так зачесываю, либо по бокам вот так расчесываю. Просто здесь тоненькие зубчики, вот так, то есть прям аккуратней, аккуратней так будет выглядеть. Еще у меня челка, смотрите, закудрявилась. Ну, я сейчас ее расчесала, она у меня теперь кудрявая, волосы непонятного состояния, короче. Поэтому у меня тут много всяких заколочек, кепочек, шапочек. Все скрывать, потому что пока, пока так, пока мы ничего с этим поделать не можем. Стоило 70-90 там рублей. Кому нужен гребешок, пожалуйста. К чему я все это вела, что у меня хуевые волосы? Вот этой маски. Это маска от Гарниер с бананом. Боже, ребята, ее запах. Она пахнет вот этой жвачкой. Знаете, у меня волосы не впитывают запах, то есть всякие вкусно пахнущие шампуни. У меня не остается этот запах на волосах. А вот эта маска остается как минимум на день для меня. Это охуительный результат. Волосы после нее. Это вот с бананом, она для очень сухих волос. Мне она восстанавливает волосы, то есть она их пропитывает. Они начинают чуть-чуть объема. У меня объем возвращается, потому что кудрявые волосы, они объемные. И они немножко пушатся. И плюс у меня начали немножко волнообразные такие волосы. То есть они сейчас расчесаны, они более-менее прямые. А так они волнообразные, потому что хорошо питает и кератин вымывается. Я ее очень часто, очень часто, почти каждый день пользуюсь. И у меня этой баночки хватило одной на месяц. При том, что я использую почти каждый день ее. Она достаточно бюджетная, для хорошего объема. То есть она прям увесистая такая, большая. Вот я вам ее очень советую, это не реклама. Дальше у нас идут вот такие вот заколочки. Вот такие заколки, чтобы закалывать челку. По-моему, тут было написано, сколько там, сантиметров. Сколько тут сантиметров? Пять, наверное, не знаю. Это самые классические заколочки. Вот я вам оставлю там ссылочку, артикул. Но самое смешное, то, что тут пришли две очень странного качества. Типа на них как будто был раньше клей, что-то наклеено. И одна ржавая. Меня это просто породило. Что это за хуйня, блядь? Вот, так. Дальше у нас идут средства небольшие такие, химические. Я очень-очень люблю именно эту фирму, Синергетик. А у них вообще там есть все, что угодно. Кондиционеры, посудомоечные машины. Ой. Капсулы для посудомойки, для стиралки. Вообще, вся химия. Мне он очень понравился, потому что он действительно гипераллергенный. Это тоже не реклама, если что. Аллергия на бытовую химию. Была очень жесткая аллергия на порошок стиральный. Вот, мне можно такой детский порошок. На и пульсу из капсулы, мне похуй. Это средство для мытья посуды с алоэ вера. Я заказала себе огромную бодину, причем очень дешево. А, кстати, они еще биоразлагаемые. Ну, то есть, они сделаны из такого материала, который лучше разлагается. По-моему. Или нет? Хороший. Самая охуенная моя покупка. Никогда бы не подумала, что я буду считать, что это моя самая охуенная покупка. Ребят, это кондиционер для белья. Но тоже от этой фирмы, Синергетик, кондиционер миндальное молочко. Интересно, через сколько применений у меня начнется аллергия на него? Через одно? Через два? Или сразу же? В чем кайф этого кондиционера для белья? Ребят, знаете, чем он пахнет? Он пахнет пластилином Play Doh Doh. Вот кто нюхал, кто знает, что такое Play Doh Doh? Ребят, это тот запах. И я не знаю ничего, кроме как самого пластилина, что пахнет Play Doh Doh. А я очень люблю запах Play Doh Doh. Короче, я влюбилась в этот кондиционер. Я с ним еще не стира. Я просто его купила, чтобы нюхать, наверное. Так, дальше у нас идет крем для рук. Я хотела купить, знаете, этот вот The Act, The Act, алюминиевые банки. Но я купила крем в алюминиевой банке, но я не вею. Потому что я не знала, какие там ингредиенты. Я чусь, если у меня аллергия или нет. Потому что у меня сейчас период аллергии. Весна началась. Все, у меня уже глаза все полетели. Короче, у меня уже хуево. И поэтому я заказала гипераллергенный невей, потому что у меня на него нет аллергии. Такой он, знаете, у него консистенция очень-очень густая, плотная, прям как у взбитых сливок. И он хорошо увлажняет, реально очень хорошо увлажняет. Потому что обычно, знаете, я наношу вот крем какой-нибудь для рук. У меня, если что, у меня насохнут руки. И я купила этот крем для рук. Его намазал, и он действительно хорошо надолго увлажнил. И он не липкий. То есть вы нанесли, ну, понятное дело, если нанести там дохуя этого крема, то у вас уже будет пиздец. И пахнут, знаете, чем-то таким родным, приятным, детским. Конечно, мне надо купить увлажнитель воздуха. Это в планах. Так, дальше у нас пойдет... Сережки давайте покажу вам. Вот, я купила сережки с крестиком. Самые обычные, самые классические. Спасибо, что они еще пока не заржавевшие пришли, как... Эм, эти... Заколки. Обожаю. Мой самый любимый вид сережек. Это вот с такой вот заклепкой. Чтобы они вот так на ухе висели. Их не нужно было закрывать, вы поняли, заглушкой. Такие обычные, симпатяжные сережки. Так, дальше у нас пойдет... Вот такие вот щелки. Короче, я заказала с Алика очень много юбок, мини-юбок. И я решила под них заказать щелки. Вот такая вот у них тут, видите, рюшка. Черненькая. С бантиком. И достаточно плотные они. Мне кажется, тут Дэн 40. Такие вот колготы, эти, блядь, колготки. Шулочки. Какой-нибудь образ я с ними придумаю. Постоянно они не очень дорого, поэтому я решила их заказать. Просто хотя бы понять, вообще возможно ли носить щелки или нет. Потому что я на этом никогда не носила. Дальше... Конечно. Дальше у нас идут вот такие спортивные штаны. Я очень люблю серые спортивки. Это прям вообще моя любовь. И у меня есть только одни мои спортивные серые штаны. Они уже все в... Ой, господи. В картушек. Я попала их на шею года два назад. Я очень была в долгих поисках найти себе крутые серые штаны. Я нашла. Но это не Адидес. Заказала себе такие штаны. И они идеально сели. Прикиньте. Короче, они на резинке сверху. И они прекрасно сидят. У них есть спереди еще, ну, вот это вот, чтобы завязывать. И к низу они широкие. Прям широкие, хорошие, добротные, плотные. Но у них, знаете, здесь такой материал сзади. У них будет жарко такой, знаете. Ну, жаркий матери... Материал. Единственное, меня взбесило... Кстати, карманы не обманки. Меня взбесило, что у них три полоски, как у Адидаса. Я подумала, мне так похуй. Типа, Аддика нет. И надо мерить. Саша мне не может привезти какие-то спортивные штаны такие. Потому что их нужно мерить. Ведь я ничего не могу, а спортивные штаны хочется. Поэтому уже похуй, как это стало. Стоили они 3000. Это отличная цена для таких штаников. Отличная. Мне прямо они зашли. Крутяк. Дальше у нас идут колготки. Сказала вот такие вот колготки. Сетку. Они спринтон бабочки. На ляжке. Чтобы, знаете, такая бабочка Excel у меня была. Только я эту бабушку найти не могу. И самое прикольное, то, что они в сетку. Тоже под губочки купила их носить. Летом. Сейчас вот весной, когда потеплее будет, можно будет их носить. Я подумала, Вайна. Ну, вы знаете, модно носить юбку. А под них такие клёш джинсы, штаны. Но меня не поймут, наверное, люди. Меня пока ещё не признали как девчонку, которая пытается стать стилистом. Вот такая бабочка. Видно? Во! Бабочка. Дальше у нас пойдут лосинки. Купила тоже чёрные, просто классические лосины, чтобы куда-нибудь их надевать. Тросси-боси. Сейчас потеплее будет, и можно их просто... Просто обычные классические штаны. Я их ещё... Ой, лосины. Я их ещё не мерила. Но они хорошо тянутся. Они достаточно плотненькие. Обычные, господи, спортивные чёрные лосины. Просто под всякие образы их надевать. Под толстовочки. То-си-боси. Потому что у меня вообще нет лосин. Я решила... Пуху. Дальше у нас идёт такая штука. Вот такая вот штучка. Это подставка для тарелочек. Потому что у меня в полке всё разбросано. Типа тарелки лежат не по порядку. Я решила, что вот так они и место будут экономить. И получше просыхают будут. В принципе, это лучше выглядит. Конечно, у меня единственное застряло у меня в голове, что я хотела сейчас сказать. Мебель в квартире тёмная, коричневая. Ну вот, видите, тёмно-коричневая. Я пытаюсь покупать всё тёмное в квартире, а тут светлое дерево. Немножко не попали. Ну и похуй, она же будет стоять в полке. Дальше, что я купила? Я купила вот такое вот постельное бельё. Это чёрное постельное бельё. Короче, меня же тут овладели, кто не знает, тараканы. Ну и не тараканы. Фу, блядь. Вот такая личинка сначала была, потом вот такой жук. И потом ещё какая-то сороконожка или чешуйница в ванной я нашла. И я хотела выкинуть бельё, но мы с мамой тут всё перестирали, всё промыли бурной кислотой. И я оставила бельё. Но при этом заказала новое чёрное. Мне кажется, к этим стенам подходят какие-то либо с белой постельное бельё, либо чёрное. Ну вот никак, блядь, не зелёное. Но на первый взгляд хочу сказать то, что оно мягкое. Оно мягкое, и оно не прям чёрное. Оно такое тёмно-серое. Поэтому я думаю, что оно не будет окрашиваться, потому что оно не сильно пропитано пигментом чёрного. Но я, конечно, его постираю с кондиционером и задохнусь ночью. Конечно, правильно. Так, ну и последнее, что я заказала, это вот такие две мочалки. Они были в комплекте, чёрная и белая мочалка. Такая чёрная, знаете, эстетик. Да не обе эстетик. Очень хорошо пенится, я их уже использовала. В декор очень красиво будут смотреться. Это Адам Саши, это себе. Нет, это в бассейн, это себе домой. Саша пошёл нахуй. На этом вроде бы всё. Мы подошли к концу этого видео. Спасибо огромное за просмотр. Опять же, напомню очень сильно и прошу вас очень сильно подписаться на мои другие и остальные соцсети. У меня тут их много. Правда, да я уже не знаю, как вас чем забаливать и как просить, потому что я устала. Пока-пока, ребят. А, кстати, я это видео переснимаю второй раз, то, что первую у меня всё слетело, а потом у меня был расфокус камеры и был пиздец. Всё. Пока. И я сделал так много для родного района. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Пиздец, пиздец. У-у-у. Это всё Алик. Я не хочу убираться. Тараканы съедят. Ничего страшного.